Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и, разумеется, продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые оказывают влияние на динамику финансовых активов. Ну что ж, по традиции, статистики связаны с распространением коронавирусной инфекции. 75199 заболевших, 2012 летальных исходов, то есть перевалили за 2000. Но, друзья, есть и позитивный момент, он связан с тем, что и количество выздоровевших растет. Сейчас это уже больше 14,5 тысяч. Фактически можно сказать, что речь идет о выздоровлении от общего показателя заболевших на отметке в 20%. Позитивная динамика, и я визуализирую всячески, друзья, думаю о хорошем. И закладываюсь, опять же, эмоционально под то, что очень скоро вся эта ситуация пойдет на спад. И, слава богу, тогда у нас будет возможность сфокусироваться на привычных трендах, основанных на действиях регуляторов. А с этим мы, вроде бы, как неплохо с вами разбираемся. Давайте теперь поговорим о основных финансовых активах. Бренд очень хорошей надежды подавал нам этот актив в рамках вчерашней торговой сессии. Больше ее части, потому что мы фактически с открытия видели, как Бренд и WTI развивали нисходящую динамику. Такую лоу по Бренту вчера составила 56,29. Друзья, у меня вообще не было вопросов к нефтянке в связи с тем, что распродажи пошли, потому что очевидно, что на нефть продолжает оказывать влияние распространение коронавирусной инфекции и ее негативное воздействие на мировой спрос на нефть. На нефть также оказывало давление перспективы замедления мировой экономики. Мы об этом также говорили не раз уже и довольно много. Ну и до сих пор есть сомнения, связанные с тем, что ОПЕК во главе с Россией все-таки пойдут на какие-то дополнительные меры по поддержанию стабильности цен на мировом рынке углеводородов. То есть все было предельно прозрачно, нефть обоснованно снижалась, потому что до этого мы прекрасно видели в цифрах, в реальных конкретных показателях, насколько посел спрос со стороны Китая основного потребителя нефтянки. Кстати говоря, друзья, мое упущение, нужно было сделать акцент еще и на японскую статистику, потому что в Японии, согласно последним данным, сейчас зафиксирован худший показатель по экономическому росту за последние 6 лет. Это все следствие падения потребительской активности, падения инвестиций и проблем с промпроизводством и с сферой услуга. Почему я делаю акцент на японскую статистику? Потому что очевидно, что на фоне последних данных уже Японская Япония находится в предрецессионном состоянии. И так же, как я прогнозировал, Германия может оказаться в этой рецессии. Я считаю, что Япония такая же судьба в рамках оставшейся части 2020 года. Япония, друзья, это третий по величине, разумеется, основной потребитель углеводородов. Но почему же все-таки инициатива под конец торговой сессии, несмотря на такой новостной фон, перешла к покупателям? Друзья, признаюсь, что когда я увидел резкий разворот, я сразу подумал, что что-то случилось на Ближнем Востоке. Но потому что обычно, когда мы наблюдаем локальный всплеск такого формата и масштаба, это следствие того, что ветра дуют именно со стороны Ближнего Востока, поскольку только риск потенциальных перебоев поставок может привести к такой динамике. И действительно, последние новости. Ливийская национальная армия совершила ракетный удар по порту в Триполе, после чего Ливийская национальная нефтяная компания распорядилась тут же прекратить поставить на тормоз все отгрузки сырья и вывести танкеры из порта. На непродолжительное время, ну, правда, не знаю, не уточняется на какое, но все-таки в моменте это стало причиной, по которой участники рынка переключили свое внимание на потенциальные перебои с поставками со стороны Ближнего Востока. Ну, не мне вам рассказывать, друзья, вы прекрасно знаете, как Ближний Восток воспринимается трейдерами в принятии решений торговли нефтянки. Будет ли этот фон долго влиять на котировки черного золота? Я уверен, что нет, друзья, потому что по сложившейся, устоявшейся практике и опыту, как правило, влияние Ближнего Востока непродолжительное. А вот что касается того фундамента, который есть, он негативный. Поэтому, друзья, я рекомендую не открывать длинные позиции. Если хочется поторговать, ну, искать только лишь возможности для продаж. Если вы опасаетесь за неверно принятые инвесторешения, ну, тогда дождитесь, когда реально котировки нефти уже пойдут вниз, тогда у вас будет больше шансов найти хороший уровень для дальнейших продаж. Я нахожусь в коротких позициях и абсолютно уверен, что нефть в итоге снизится. Доллар иена 110.03. Индекс американского доллара продолжает расти 99.33. Сейчас, сегодня, друзья, у нас протоколы последнего заседания американского регулятора. Думаю, что мы получим еще одно подтверждение в ожидательной позиции Федрезервы. Это должно упрощить, укрепить именно доллар. Поэтому, допускаю, что рост пары продолжится. И дальше, но движения будут очень скромными. В принципе, от торговли этой валютной пары я также рекомендую пока что воздержаться. Неясно, кто в итоге выйдет победителем. Либо доллар, либо иена со своими защитными свойствами. По факту того, что все-таки мы до сих пор говорим о негативном влиянии коронавирусной инфекции на мировую экономику. Золото 1600. Друзья, цель достигнута. Перевыполнение. Мы план. Золото принесло нам очень много денег за последние полгода. Я поздравляю вас с профитом. Мы не раз скатались на вот этой восходящей динамике. Сейчас рекомендую покинуть этот актив и понаблюдать за происходящим со стороны. Евро против доллара. Трехлетний минимум 1.07.95. И я уверяю вас, друзья, снижение продолжится. Потому что даже на фоне вчерашних распродаж сейчас общее ренчное позиционирование предполагает, что большинство трейдеров по-прежнему покупают евро. Только по этой причине европейская валюта будет снижаться. По статистике, что выступило триггером для снижения, мы получили первый отчет как доказательство негативного влияния на экономику валютного блока вирусной инфекции из Китая. Потому что еврозона очень зависит от стабильности китайской экономики и от благополучия китайского рынка сбыта. Сейчас с этим большие проблемы. Так вот, бизнес-оптимизм по ЗЮ 8.7. Друзья, с 26.7. Фактически падение в три раза. Оценка экономических условий на ближайшие шесть месяцев. Здесь показатели еще более удручающие. Минус 15.7. Прошлое показателя минус 9.5. Все сходится в пользу того, чтобы евро оставался дальше под давлением. Фунт против доллара. Топчемся мы на поддержке 1.30, который периодически становится сопротивлением. Сегодня в 12.30 выйдут данные по инфляции. Я думаю, что этот отчет должен усилить давление на британца. Ранее фунт рос после того, как Суннока назначили министром финансов. Англия является большим сторонником политики бюджета налогового стимулирования. Но я хочу отметить, друзья, что несмотря на надежды смягчения бюджетной политики, позитив от этого легко может пересилить негатив, связанный с отсутствием уверенности в возможности нахождения торговой сделки между ЕС и Англией до конца этого года. Еще есть слабая статистика. Вчера вышли данные по рынку труда. Уровень безработицы, может быть, и остался на довольно низком уровне. Да, он не изменился. Но при этом посмотрите на то, что происходит с темпами роста заработных плат. Худший показатель за последние 4 месяца. Повторюсь, если сегодня разочаруют данные по инфляции, давление на фунт усилится. Австралийс против доллара 0.6692. Ждем пару на отметке 0.65. Накануне я говорил почему. Пересмотрите прошлый брифинг. И доллар канадец 1.3246. Сейчас котировки сегодня канадец также в центре внимания, потому что в 16.30 выйдут данные по инфляции. Для нас это возможность попробовать разобраться, что на канадца сейчас больше влияет. То, что происходит на рынке нефти, либо все-таки статистика. Если статистика, то уже потом будем с вами строить торговую позицию, исходя из возможности смягчения монетарной политики. Но пока что от торговли канадцами я рекомендую воздержаться. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok